Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу. Лето, пора отпусков, самый разгар курортных романов. Как приятно потешить самолюбие романтикой без обязательств. Все начинается с невинного флирта, но мимолетное увлечение редко когда становится основой для более серьезных отношений. Да растет ли роман с Хёнде Санта-Фе до чего-то большего? Или так и останется просто невинным флиртом? Привязанность возникает быстро. Повстречавшись с ним единожды на улице можно тут же попасть под воздействие его чар. Современная стильная внешность это то, чем подкупает третье поколение корейского кроссовера. Американизированный дизайн придется по вкусу нашей публики. Диски 19 дюймов, светодиоды в фарах, хищные линии и стройный силуэт. В России падки на бижутерию. Как сложно устоять перед таким соблазном. А попав внутрь этого автомобиля, желание становится еще сильнее. Вальса не будет, цветов и конфет тоже не будет. Хёнде сразу переходит к главному. Санта-Фе соблазняет неприкрытой роскошью. Вот вам кожа с перфорацией, вот вам панорамная крыша с люком, вот вам мультимедиа с большим экраном, вот вам электроприводы с памятью кресла. Подогрева задних сидений, система бесключевого доступа. Здесь даже компас в зеркальце имеется. А система автоматической парковки или электромеханический ручник, удерживающий автомобиль при кратковременном нажатии на тормоз – все как на Volkswagen. Очарованный столь богатым убранством потребитель уже не видит изъянов, которые неприметны при случайном знакомстве. Корейцы умеют переводить тему в нужное им русло, но искушенный взор не проведешь косметикой и прочими прелестями южной ночи. Сравнивая машину с предшественником, можно смело сказать, что салон не стал просторнее. Акустика, несмотря на 10 динамиков, не поражает воображение насыщенным звуком. Связь по Bluetooth нередко обрывается, музыку не всегда послушаешь. Контрастная отделка салона выполнена из мягкой пластмассы, но имитация светлой кожи на торпедо вызывает лишь улыбку. Да и синяя подсветка кнопок в стиле «вырви глаз» давно уже вышла из моды. «Россиян, конечно, подумали, спасибо за знакомую с детства навигацию на VTEL, но зачем она допекает пользователя ненужной информацией?» «Соединение со спутниками установлено». Зачем она информирует водителя о том, что соединение со спутниками установлено? И почему она подтормаживает, как на недорогом смартфоне? Почему, когда я сдаю назад, я не могу убавить громкость звука? Рукоятка перестает исполнять свою функцию. «Смотрите, перевожу в паркинг, теперь я могу убавить громкость». Корейцы сумели пустить пыль в глаза даже в случае с багажником. Он получил розетку на 220 вольт, а также удобную систему трансформации. Но он стал меньше, почти на треть. Непродолжительная поездка не оставит сомнений в том, что этот автомобиль надо брать. Бурное начало роману обеспечено. И будет оно подкреплено мощным 197-сильным дизельным мотором 2.2 и шестиступенчатым автоматом. 10 секунд до сотни выглядит убедительным доказательством того, что этот автомобиль едет. Тандем получился на редкость удачным. Двигатель не только хорошо тянет с самых низов, он еще не требует частых попоек на АЗС. В коробке тоже не прикопаешься, она делает свое дело вовремя. Молодцы корейцы, умеют делать хорошие движки и трансмиссии. «Санта-Фе» покоряет не только хорошей динамикой, но и поразительной тишиной в салоне во время езды. Да и дизельные вибрации совсем не чувствуются. В этот момент и наступает кульминация курортной интриги. А вот продолжение романа может быть омрачено выяснением отношений, причем на повышенных тонах. В подвеске не хватает энергоемкости. Проезд лежачих полицейских, дорожных стыков и прочих неровностей сопровождается неприятными звуками и толчками. Особенно на 19-х колесах с низкопрофильной резиной. Но и спорта не прибавилось ни на йоту. Большими катками не решить вопросов управляемости и курсовой устойчивости. Автомобиль раскачивается даже на относительно ровной дороге, в колее и при перестроениях. А на волнистой дороге подвеска и вовсе может сработать до буферов. Все-таки не хватает корейцам опыта в настройке ходовой. Они делают слишком мягкотелые подвески. Причем это прослеживается не только в модельном ряду Hyundai, но и Kia. Взять тот же Solaris, Optimus, SID, Sonata. Везде одно и то же. А знаете почему? Да потому что в Южной Корее отличные дороги. А в том же европейском инжиниринговом центре в Германии им просто не хватает плохого асфальта. И хотя в поворотах автомобиль держится молодцом, демонстрируя легковые повадки, водить Hyundai Santa Fe так же занимательно, как, например, смотреть первый канал. Не помогает и адаптивный руль с настройками обратного электрического усилия. Это сплошная синтетика. Ставим режим спорт. Да, руль стал туже, но информативности от этого не прибавилось. Он такой же пустой. Ослабив усилия, прозрачности от этого не добавится. Съехав с асфальта в Пампасы, ваш Роман может так же быстро оборваться. Теми же 19-дюймовыми колесами с тонкой покрышкой производитель недвусмысленно намекнул, что ареал обитания данного авто – асфальт. Длинные свесы, краткоходная подвеска, клиренс всего в 185 мм. На бездорожье я бы лучше не совался. Максимум так – зимой снег помесить, пятака покружить на стоянке, ну или на бордюрчик взобраться. Hyundai Santa Fe третьего поколения – неплохой автомобиль. На нем приятно покататься, понажимать все кнопочки, насладиться красотой салона, мощью мотора и осознавать, что перед тобой современный автомобиль, который по напичканности электроникой не уступает какому-нибудь Volkswagen Touarego или Infiniti FX. Но чтобы Роман перерос в более серьезные отношения, нужно нечто большее. Не хватает ему какой-то завершенности и основательности. Пока это лишь просто флирт. Легкая и скоротечная романтическая история. Закончим наш рассказ замечательным стихотворением Василия Андреевича Жуковского. Называется «Воспоминания». О милых спутниках, которые наш свет своим теплом для нас животворили. Не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok